Священное Писание Хорошо, спасибо большое пастор Виктор за хорошие слова Мы тоже вас любим И любим Екатеринбург Но знаете, культурная столица Это Каменск-Уральский Но там культура своеобразная Эта культура прет прямо из всех щелей Такая культура, что в два часа тебе надо звонить в милицию И говорит, приедьте пожалуйста Здесь порядок наведите Иначе я сам начну наводить Поэтому, если вас спросит, какая культурная столица России Это Каменск-Уральский Там у нас культурные люди на 47-й зоне сидят Потом освобождаются И культура блещет просто Хорошо, дорогие Конечно же, я с вами буду делиться словом Но вначале давайте коротко помолимся Господь Всемогущий Мы благодарим Тебя за это время За эту возможность быть в Церкви Божьей Быть в собрании святых Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, которое есть истина И мы молимся, Господь, чтобы в нашей жизни Твое Слово было живо и действенно И острее всякого меча Баюдоострова Чтобы оно разделяло в нас душу и дух, Господь И ставило все на свои места Вразумляло нас И Твоя мудрость, Господь, она пребывала с нами во всех наших жизненных обстоятельствах Мы просим, Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа Вся слава Тебе, Небесный Отец, Сын и Дух Святой Аминь Аминь И я начну с вопроса Вы когда-нибудь слышали такое слово Искупление? Искупление Кто слышал? Поднимите руку Искупление И когда мы слышим слово искупление Что вы представляете? Иисуса Что еще представляете? Что такое вообще искупление? А? Выплачивается Но искупление Это когда человек был кому-то должен Или он был в рабстве И кто-то пришел и сказал Знаешь, я хочу выкупить тебя из этого Я хочу искупить тебя из-под этого И вот когда мы слышим слово искупление Понятно же, мы понимаем слово освобождение Я от чего-то освободился Меня кто-то от чего-то освободил И потом вначале я бы хотел прочитать Для ввода в проповедь Два местописания И первое местописание Это первое Коринфянам 7.23 И здесь апостол Павел Обращается к христианам Он обращается к церкви И он говорит Вы куплены дорогой ценой Знаете, когда люди говорят Моя жизнь принадлежит мне Как хочу, так и живу Как хочу, так и распоряжаюсь Апостол Павел Он как бы ставит нас на место И говорит Послушай, ты куплен Тебя купили Скажи соседу Тебя купили Тебя купили А знаете, когда я кем-то куплен Это значит, что я уже не принадлежу себе Знаете, к сожалению Сегодня даже у христиан такая тенденция Моя жизнь, как хочу, так и живу Как хочу, так и распоряжаюсь Куда хочу, туда еду Куда хочу, туда иду И такой какой-то Как это называется Анархизм в наших жизнях Но апостол Павел говорит Не, не, подождите Подождите Ты не свой Тебя купили И если тебя не купил Иисус То ты все равно не свой Ты находишься в чем-то Рабстве Ты никогда не свой Ты либо раб этого мира Либо ты раб Божий Потому что тебя купили И Павел это объясняет церкви И дальше он говорит Не делайтесь рабами Человеков И Петр, 1 Петра 1,19 Он говорит о цене Которая заплачена за нас И здесь Петр пишет Но драгоценную кровью Христа Как непорочного и чистого агнца И вот здесь апостол Петр говорит О цене нашего искупления И когда говорят, знаете Человеческая душа, она бесценна Человеческая жизнь бесценна На самом деле есть цена Которая заплачена за каждого из нас Это кровь Иисуса Христа Аминь Именно поэтому, дорогие Когда апостол Павел говорит О хлебопреломлении Он говорит, чтобы мы делали это достойно Мы делали это размышляя О теле и крови Иисуса Христа Именно поэтому апостол Павел В своих посланиях говорит О важности почитания крови Почему? Да потому что просто другой цены нету Если мы отвергаем кровь Христа То нет никакой цены искупления Писание говорит Какой выкуп даст человек за душу свою То есть ты отвергаешь цену крови Христа И получается, что ничего другого Ты Богу за свою душу предложить не можешь Ни свои пожертвования Ни свои какие-то ценности Ни свое время Ничего Никакие хорошие дела Писание говорит Только кровь Иисуса Христа Она является ценой нашего искупления Именно поэтому Писание говорит Чтобы мы не попрали кровь Христа Чтобы мы благодарили за кровь Христа Чтобы мы достойно относились К хлебопреломлению Где мы принимаем тело и кровь Иисуса Христа И здесь второй вопрос Хорошо, я выкуплен, я искуплен За меня заплачена цена А что я получил при этом искуплении От чего я вообще искуплен Вот вопрос От чего мы искуплены Ведь если нас от чего-то искупили Значит есть что-то Что было в нашей жизни От чего нас надо было искупить Какие варианты От чего мы искуплены От греха От греха мы искуплены А почему тогда грешим Конечно же, дорогие, мы искуплены от греха Это одна из причин Нашего искупления Грех Потому что на самом деле Библия говорит Кто делает грех, тот кто Тот раб греха И вот этот грех Он нас и отделял от Бога Поэтому мы не знали, не понимали Не слышали Бога И Иисус искупил нас от власти греха Еще от чего искуплены мы От вечной смерти Да, Священное Писание говорит Что Иисус вкусил нашу смерть И Библия говорит Что верующий в Него Не увидит смерти Но что Перейдет из жизни в жизнь Из смерти в жизнь Из жизни в жизнь Написано Из жизни в жизнь То есть я всегда говорю Мои родные когда-то Увидят мою смерть А я не увижу Я выйду из тела И буду смотреть Как они стоят Плачут или радуются И говорят Фу, слава Богу Не знаю Я буду смотреть И говорить Ай-яй-яй-яй-яй Вот теперь-то я все понял Вот Я не увижу смерти Верующих Потому что мы искуплены Еще от чего мы искуплены От ада Ну в принципе Это вечная смерть и есть От чего еще искуплены А? Чего? Никто не знает Мы искуплены от болезней Да ведь Поэтому Когда ты болеешь Священное Писание Говорит Что болезнь Вообще не имеет права Находиться в твоем теле Потому что Иисус искупил тебя От этого Он искупил тебя От болезни И когда я начинаю Чувствовать Какие-то симптомы Недомогания Я говорю Господь Благодарю Что ты искупил меня От всякой болезни Что ранами Иисуса Я исцелен Я запрещаю Всякой болезни Атаковать меня Быть в твоем теле Потому что Но я искуплен от этого Я не должен этого принимать Понимаете Это отдельная тема Еще от чего искуплены От греха От вечной смерти От болезней От проклятий Искуплены Да От проклятий Потому что Писание говорит Что мы все нарушили закон И мы жили под проклятием Но Иисус Христос Взял на себя проклятие Он взял на себя Наше проклятие И мы искуплены От проклятия Проклятие Проклятие Не должно принадлежать тебе А вот проклятие Это тоже отдельная тема Понятие очень большое Еще кто-то сказал От нищеты На самом деле Да Священное Писание Говорит Что Я Говорит Один из авторов Библии Священных Писаний Он говорит Сколько жил Я никогда не видел Праведника Спортяного рукой Праведник Не будет брать в долг Он будет давать Взаймы Взаймы Поэтому если ты в кредите Сидишь Что-то неправильно Я шучу Вот Я шучу На самом деле Я молюсь Так и говорю Господь Твое обетование Говорит Что я не буду Брать в долг А я буду давать Другим Я молюсь Я молюсь об этом Потому что так Говорит Священное Писание У меня есть основание Для веры В это Да Еще кто Помнит От чего мы Искуплены От клятвы Закон Но это От проклятия Есть Еще Вот Один человек И это Женщина Потому что Только женщина Может это Понять И на самом деле Мы пришли К тому Что я хотел Прочитать Смотрите 18 стих 1 Петра 1 глава И здесь апостол Петр говорит Зная Что нетленным Серебром Или золотом Искуплены Вы От суетной Жизни Преданной Вам От отцов То есть Знаете Вот мы Намного Обращаем внимание От проклятия Искуплены От болезни Искуплены От нищеты Искуплены От ада Искуплены От смерти Искуплены А кто из вас Когда-нибудь говорил Господь Благодарю Что я искуплен От суетной жизни Вот честно Кто благодарил Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Но немного Человек Да И можно сказать Брат Ты что Так суета Это же Наша жизнь Это ну как Как У нас же У нас же так Где-то не успел Все ты пропал Все ты пропал Не Не Ты что-то неправильно Говоришь Современный мир Все развивается И как-то Знаете Особенно Когда Приезжаешь В большой город Все куда-то Несутся Все куда-то Едут В Екатеринбург Приедешь На неделе Пробки Бибикают Что-то Подрезают Все куда-то Бегут Когда Мой брат Приезжал к нам В город В Каменск Уральский И он Называл наш город Замбийск Замбийск Я говорю Почему Замбийск А у вас Говорят Все как зомби Ходят Такие Сонные Знаете Когда ты Приезжаешь Когда в провинцию Там На самом деле Такой Вот Нет вот этого Духа Больших городов Там такие Все вот Ну культурные Ходят Все Понимаете Культурные люди Никуда не торопятся Культурные люди Так могут Остановиться Так Посидеть Культура Вот Никуда не торопятся Могут два часа Музыку включить На всю катушку Куда торопиться Что Ну мало ли что Утром На работу Людям вставать Пускай все узнают О моей культуре Вот И И поэтому Вот Петр говорит Что Иисус Искупил нас Так же От суетной жизни И понимаете Вот Мы понимаем Что Болезни Не приносят нам Счастья И поэтому Мы говорим Господи Благодарю Тебя Что Ты искупил Меня от болезней Проклятия Тоже не приносят Счастья Мы говорим Благодарю Что Ты искупил Меня от проклятия Нищета Не приносят Но с суетой Мы как-то Вот Как-то Смиряемся Хотя Священное Писание Говорит Что И от суетной жизни Он тоже Искупил Нас И если Бог От чего-то Желает Нас Избавить Это значит Что Это приносит Нам какой-то Урон Это делает Нас В конце Концов Несчастными Это в конце Концов Лишает Нас Какого-то Благословения Да ведь Мы думаем Вот чем больше Суечусь Тем больше Благословения Иисус сказал Ищите прежде Царства Божьего И все остальное Оно приложится Вам Мы Как-то Мы по-другому Верим Мы говорим Вот я сперва Буду искать Всего остального Вот когда Все остальное Найду И потом Я верю Что Царство Божье Оно ко мне Как-то и приложится И ищут И ищут И ищут И ищут Пол жизни и ищут Что-то все нашли А Царство Божье Как-то не приложилось Поэтому Когда Людям проповедуешь Они говорят Ну вот Выйду на пенсию Там и буду думать Уже Как-то О вере О Боге Почему Ну потому что Сейчас вот надо Как-то вот Все Жизнь наладить Вот это приобрести Поэтому сейчас Вот на это Нету времени Это не так важно Не так серьезно И тогда Я задаю вопрос А ты вообще До пенсии доживешь? Ты вообще До пенсии доживешь? Недавно На четвертом этаже У меня жил Очень культурный сосед Который любил В два часа музыку Так Включать И Приходил с ним общаться И один раз Мы ему проповедовали Ему Его друзьям Ему 29 лет И мы им с женой Проповедовали И они стояли Так ухмылялись Посмеивались Ну они там уже Знают в доме Что здесь В этом подъезде Сектанты живут Вот Посмеивались А потом Я как-то Выхожу из подъезда И смотрю Много народу И молодежи много Я говорю А что такое случилось Они говорят Похороны Я говорю А кого хоронят Они говорят Да вот Дениса Я говорю Ты какого С четвертого этажа Ну да Ему было 29 лет Я не знаю Что произошло Мне не сказали Когда он выпивал Он был такой Агрессивный Может быть Кто-то ему помог Может быть Он сам как-то Закончил эту жизнь Потому что он был Такой здоровый И ничего не говорила 29 лет Доживешь ли ты до пенсии В своей суете В своей гонке За тем Что тебе потом Окажется как-то И не совсем нужным И поэтому Петр говорит Дорогие мы Искуплены От суеты Это одна из целей Почему Иисус Христос Умер за нас На кресте И Библия говорит Что Эту суету Передали нам Наши отцы Наши отцы И я просто хочу вам Прочитать Что такое вообще Суета Это греческое слово Матаяс И оно означает Суетный Четный Безрезультатный Бесцельный Безуспешный Бесплодный То есть Другими словами Когда мы Говорим Об искуплении От суеты Мы можем сказать Бог искупил нас От того Что тщетно Безрезультатно Бесцельно Безуспешно И бесплодно Вот кому Такие нужны вещи Которые Не приносят Никакого плода Никакого результата Никакой пользы Вот кому Нужны эти вещи Иисус сказал Я тоже решил Что они тебе не нужны И я решил Тебя искупить От всех этих Вещей Которые Включают В себя Суета Которые Включают В себя Суета Аминь Смотрите Когда мы Читаем Библию Вот это Слово Суета Я набрал В поисковике В поиске Библии О суете И знаете Что я увидел Что в Ветхом Завете Идолов Называли Как Кто помнит Кто не помнит Сует 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 Включ Интернет Это там Такое послание Бог любит Тебя Кем бы ты ни был И что бы ты ни делал Бог любит Тебя А Давид Он был Вот Такой человек Он пишет Я Говорит Ненавижу Ненавижу Тех Кто почитает Суетных Кто почитает Идолов И Писание Говорит Что Давид Он был пророком И он был Другом Божьим И Господь Слушал это И говорил Давид Молодец Прямо В яблочко Ты попал Прямо В яблочко Еще один стих Прочитаем Осия 5 глава 11 стих Угнетен Ефрем Поражен Судом Ибо Захотел Ходить Вслед Суетных И мы видим Дорогие Что суета Суета Читая Библию Я понял Что суета Это не просто Ну кому Какое дело Вот хочу Суечусь Это же моя жизнь Моя жизнь Вот хочу И суечусь Но я увидел Дорогие Что суета Она очень тесно Связана С идолопоклонством С идолопоклонством И вот еще одно место Прочитаем с вами Иона 2 глава 9 стих Чтущие Суетных И ложных Богов Оставили Милосердого Своего То есть Иона Говорит Что Люди Ветхого Завета Вот из этих Суетных Ложных Богов В результате Оставили Своего Милосердного И знаете Что я увидел Что сегодня Суета Одна из причин Почему люди Оставляют Церковь Почему люди Оставляют Бога Суета Знаете Иногда Когда я смотрю На собрание У меня такое Ощущение Что люди Они зашли В церковь Как бы По пути По пути Вот Он бежал 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 Куда И потом Ой Сегодня собрание Как раз Рядом Надо заскочить Так Конечно На полчаса Уже опаздываю Ну там Пораньше Маленько Уйду С пожертвования А то еще Жертвовать Призовут Вот Поэтому Давай Быстренько Заскочу И вот Они заскочили На служении И сидят И смотрят Так Ну что-то Он сегодня Затянул Уже на 10 минут На 10 минут На 10 минут Еще пожертвования Все Все надо Как-то И такое ощущение Что вот На ходу На бегу Там Просто собрание Сестра У нас уже Небольшая церковь Вот И все на виду Как бы И одна сестра Приходит В таких В треньках Так скажем Три пузыря В сапогах В резиновых Знаете Вот когда у нас Церковь начиналась В Екатеринбурге Я помню Что мы на собрание Старались одеть Самое лучшее Самое красивое Нас так учили Что это день Господу Это собрание И мы одевались Тогда у нас Не дай Бог Ты без галстука Пришел на собрание То есть Сперва мы с другом В спортивных костюмах ходили Вот Но потом поняли Спортивный костюм С галстуком Как-то не смотрится И поняли Тематику Надо менять И мы уже ходили В галстуках В рубашках И когда собирают Собрание Вот точно Можно было сказать Ну вся интеллигенция Екатеринбурга Собралась в этом месте Потому что все в галстуках Все нарядные Знаете Было Было Вот просто Приятно Приятно Сегодня как-то Все меняется И вот Она заходит В сапогах В сапогах Резиновых В трениках Я говорю А как Что это По какому поводу Вы нас порадовали По какому поводу Наряд такой И она говорит Ой В сад Быстро Потом надо бежать Поэтому Вот Вы уж извините Я говорю Да не Замечательно Выглядите Я все понимаю И знаете Мы специально Искали место Чтобы Вот после служения Можно было оставаться Чай пить Общаться Молиться Друг за друга Но знаете Как только Собрание Заканчивается Как будто По команде Кто-то так Флажком Махнул И все быстро В двери Ты уже смотришь А с кем Чай пить А для кого Мы вообще Вот это все Арендовали Ремонтировали Диванчики Поставили Чайники Купили Для кого Ой пастор Вот Только не сейчас Только не сейчас И знаете Как-то порой Думаешь Боже Куда мы все Бежим Куда мы все Несемся Вообще Куда мы гоним И поэтому Я понимаю Когда Бог Сказал евреям Знаете Шесть дней работайте А седьмой день Пожалуйста Седьмой день Весь Мне Отдайте мне Остановитесь От своей гонки От своей От своей бегодни Остановитесь И знаете Когда Вот к нам В эту среду Приезжал Аркадий Клейн Делал концерт Мы имели Хорошее общение И он показывал Фотографию Израиля Говорил в Израиле Шаббат Это государственный день Он показывал Показал на фотографии Не знаю Здесь он показывал Показал Площадь эту Где всякие Важные учреждения И там Ни души нет Ни души нет Я конечно Не могу сказать Что все евреи В это время Прям Стоят на коленях И молятся Но по крайней мере Они говорят Шаббат Евреи Успокойтесь Один Один Как-то хотел Дров собрать Помните Там было В начале В начале Пробуждения Один Пошел Дров Собрать В субботу Ему говорят Послушай Что-то Ты суетишься Много Давай-ка Мы тебя Успокоим Маленько Камнями Побили И вошел В брат Вечный Покой Шаббат Ему продлили На всю Оставшуюся Жизнь Сегодня Сегодня благодать Сегодня благодать Сегодня слава Богу Меня камнями Не побьют Поэтому Вы уж извините Я так Между делом Заскочил сюда Но у меня У меня У меня дела Благодать ведь Благодать Вот И поэтому Смотрите Я вижу Дорогие Вот Что из-за идолов Из-за идолов Люди И вот Это их Суетных Как названы Почему они Суетные Почему Идолы Названы Суетными Мы с вами Помним Что такое Суетные Это Бессмысленные Бесплодные Не приносящие Никакой пользы Помните Историю С Ильей С Ильей С пророками Вала Когда Илья Собрал всех пророков И говорит Ну давайте Дорогие Посмотрим Кто здесь Господь Давайте посмотрим Они положили На жертвенник Тушу Тельца И Илья Говорит Ну давайте Чей Бог Вот огнем Проявит себя Вот тот и есть Господь Бог И Пророки Вала Говорят Илья Да без проблем Мы же Великому Богу Служим Валу И священное Писание Говорит Они начали Бегать Там скакать Вокруг К этой жертвы Они кричали Вали 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 Услышь нас Не слышат Они говорят Ну слушайте Что-то Недостаточно Мы сильно кричим Они взяли Начали резать себя Ножами Начали без себя Колоть Написано Оттуда Ни звука Ни звука И ничего Илья Сидит Над ними Смеется Как на концерте Петросяна И еще Их Подначивает И говорит Ну вы давайте Погромче Кричите Говорят Что там Настоящий перевод Говорит Что может быть Ваш Бог В туалете Сидит Вы погромче Кричите Там кто Услышит Они кричали И ничего Ни слуха Ничего И тогда Илья Подходит И говорит Господи Спасибо Что повеселился Я Но сейчас Господь Настал твой час Иви славу Свою Силу Свою Могущество Свою Покажи Кто здесь Господь И огонь Сошел И всю Эту жертву Вся эта Жертва Сгорела И тогда Илья Тоже был Похож на Давида Долго Не церемонился И говорит Знаете Что С этими Суетными Со всеми Я как Давид Говорит Ненавижу Суетных Разберитесь С ними Всех Пророков Вала Убили Напоминаю Это Ветхий Завет Мы в Новом Завете Живем Да И все Сразу Закричали Господь Есть Бог Господь Все Сразу Этих Идолов Повыбрасывали Поняли Господи Кому мы Служили От кого Никакой Пользы Кому Мы Вообще Служили Кому Мы Служили И Вот Из-за Этих Бессмысленных Богов Они Оставили Милосердного И Из-за Этого Они Попадали В очень Большие Большие Проблемы Понимаете Вот Суета Она Очень Часто Все Что Создает В нашей Жизни Это Проблемы Это Проблемы И Мы Решаем Одну Проблему И Мы Опять Что-то Суетимся Понимаете Суета Создает Вид Что Ты Очень Такой Влиятельный Человек Вот Просто Без Тебя Солнце Не Взойдет И Ветер Не Подует Вот Просто Ты Такой Вот Если Ты Не Подсует Просто Земля Перестанет Вращаться Время Остановится И Все Все Вот Ты Просто Центр Вселенной Господь и Бог Если Ты Перестанешь Суетиться Что-то Делать Просто Вот Бог Даже И Знать Не Будет Как Без Тебя Вселенную Управлять Скажешь Ты Что Сел Ты Что Успокоился Давай Давай Двигайся Знаете Я Вот По Своей Натуре Человек Такой Мне Надо Что-то Делать Я Не Могу Сидеть Без Дела Для Меня Трудно Сидеть Без Дела Трудно Сидеть Без Дела Даже Когда Прихожу Со Служения Бывает Уставший Сажусь Кресло Я Говорю Я Не Хочу Сидеть Дома Мне Надо Что-то Делать Я Кому Звоню Что Давайте Что-нибудь Сообразим Куда Ни Поедем О Не Мы Устали О Не Мне Кажется Я Трачу Время Впустую Это Моя Проблема Это Моя Проблема И Знаете Когда Пастор Виктор Начал Развивать Тему Такую Как Молитва Тишины Я Этого Не Понял Я Думаю Какая Молитва Тишины Мы Привыкли Кричать Мы Привыкли Гор Сдвигать Мы Привыкли Чуть Лени Богу Повелевать Что Ему Надо Делать И Я Не Понимал Че Сидеть Без Дела Че Там Пытаться Услышать Че Один Раз Я Поехал На Выезд И Скажу Вам Честно Мне Это Было Непросто Сидеть Там По Часу И Ничего Не Делать Даже Не Проповедовать Не Общаться Я Думал Мне Надо Смирить Свою Плоть И Сидеть Столько Сколько Скажут И Надо Молчать Столько Сколько Скажут Для Меня Это Было Каким То И Спытанием А Смогу Ли Я Знаете Смог И Когда Домой Пришел Жена Говорит Ой Ты Какой Ты Просветленный Я Думаю Похудевший Точно Насчет Просветления Но Другие Увидят Но Похудевший Точно И Знаете Я Съездил На Молитву Тишины И Приехал Домой Вошел В свою Колею Опять Что-то Надо Делать Надо Что-то Придумывать Надо Что-то Двигать Знаете Прошло Какое-то Время И Я Вдруг Начал Понимать О том О чем Проповедует Виктор Да Может Я В этом Не сильно Преуспел Еще Вот Но Я Начал Понимать Что-то Необходимо Это Просто Необходимо Останавливаться От Всех Своих Дел Верить Что Бог Позаботится И Просто Пребывать В Божьем Покое И Когда я Понял Это Я Сказал Себе Я Хочу Этому Научиться Я Хочу Научиться Вот Этой Это Не значит Что я Сказал Все По-другому Я не Буду Молиться Я Сказал Себе Я Хочу Научиться Этому Я Хочу Понять Что Это Вообще Такое Потому Что Знаете Когда Человек Об Этому Рассказывает Это Одно А Когда Ты Сам Это Начинаешь Понимать Чувствовать Это Совершенно Другое Сейчас У меня Там Есть Место Где Я Могу Уединяться Я Взял Эту Книгу Жанна Гийон О Этой Молитве Я Начал Читать Иногда Я Там Сажусь В Зале Где У нас Проходят Собрание И Просто Пытаюсь Учиться Этой Молитве Потому что Знаете Человеку Можно Говорить Тебе Это Надо Тебе Это Надо Тебе Это Необходимо Останавливаться Но пока Сам Человек В этом Не Почувствует Нужду Он Никогда Не поймет Что Это Ему Надо Я Во Все Беготне Во Всех Делах У меня В церкви Нет Секретаря Нет Администратора И мне Приходится Все Самому Делать Платить По Считам Арендовать Зал Все Приходится Делать И поэтому Порой Вот Это Я понял Все Должно Быть Время Где Просто Останавливаюсь Просто Останавливаюсь Не знаю Я Сажусь Включаю Музыку Я не знаю Слышу Я Бога Не слышу По крайней Мере Пытаюсь Пытаюсь Но я понял Что Мне Это Необходимо И мне Этому Надо Научиться Я не знаю Может Это Приходит С Физическим Возрастом Может Это Приходит С Духовным Возрастом Но я Понял Что Это Надо И поэтому Священное Писание Оно Говорит Что Почему Суета Связана С Идолопоклонством И Почему Писание Говорит Что Нам Отцы Передали Суетную Жизнь Суетную Жизнь Чему Нас Учили Наши Родители Что Нам Передали Наши Родители Что Мы Передаем Своим Детям Сегодня Я Замечаю Что Сегодня Родители Понимают Важно Чтобы Их Дети Получили Хорошее Образование Кто Согласен Когда У меня Дочка Не хочет Учиться А они Периодически Не хотят Я Говорю Знаешь Что Иди Покупай Метлу Она Говорит Зачем Ну так Иди Сразу Улицы Подметай Учиться Не хочешь Иди Подметай Улицы Ну Хоть Так На Жизнь Заработаешь И Сразу Не 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 Все Я Хочу Учиться Вот То есть Мы Хотим Чтобы Наши Дети Получили Хорошее Образование Мы Молимся За это Да Господь Благослови Наш Кто Говорит Своим Детям Тебе Нужно Хорошее Здоровье Кто Говорит Вы Молите За Детей За Здоровье Да Мы Понимаем Что Мы Говорим Тебе Нужно Здоровье Мы Запрещаем Своим Детям Есть Чипсы Пить Кока Колу Папси Колу Потому Что Понимаем Что Пользы От Этого Мало И Мы Так Хотим Чтобы Они Были Здоров Мы Надо Чем То Заняться Тебе Надо Своё Будущее Как Фундамент Построить Для своего Будущего А Кого Из Нас Родители Учили И Говорили Послушай Тебе Нужен Бог Вот Кому У нас Вообще С этим Проблема Потому Что Мы Дети Коммунистов Да Ведь Пионеры Комсомольцы Наш Паровоз Вперед Летит В коммуне Остановка Мы Все Мечтали Что Однажды В один День Все Велосипеды В магазине Будут Бесплатно И Все Остальное Но Как-то Все Вот Наши Мечты В один День Рухнули И Мы Увидели Что Основание Из-под Ног Выбили Основание Из-под Ног Выбили Потому Что Наши Родители Они Не Говорили Нам Послушай Тебе Нужно Образование Тебе Нужно Здоровье Тебе Нужно Там Но Самое Главное Что Тебе Нужен Тебе Нужен Бог Тебе Нужна Вера Тебе Нужно Спасение Тебе Нужен Иисус Я Никогда От Своих Родителей Ни От Бабушек Ни От Дедушек Такого Не Слышал Мне Что Угодно Надо Было Но Про Бога Я Никогда Не Слышал И Поэтому В семье Вот В нашем Роду Я Первый Кто Покаялся Я А потом Покаялись Моя Бабушка С дедушкой Дядя С тетей Двоюродные Братья Сейчас Мама Ходит В церковь Но Меня Никогда Этому Никто Не Учил И Вопрос Спасибо И вопрос А мы Своих Детей Мы Своих Детей Говорим Ли Мы им Знаешь Тебе Конечно Все это Надо Но В первую Очередь Тебе Нужен Бог Мы Молимся Чтобы Наши Дети Были Рождены Свыше Или Нам Достаточно Что Они Периодически Приходят В церковь И Потом Наших Детей Захватывает Эта Суета И Они Куда-то Пропадают Куда-то Исчезают Что Мы Передадим Своим Отцам Своим Детям Если Наши Отцы Передали Нам Суету И Господь Говорит Я Для Чего Да Чтобы Мы Своим Детям Вот Этой Суеты Не Передали Чтобы Мы Им Не Передали Вот Этих Суетных И Почему Я Говорю Что Суетные Это Связано С Идолопоклонством Суета Потому Что Давайте Давайте Прочитаем Одно Местописание 1 Коринфянам 3 11 Здесь Апостол Павел Говорит Ибо Никто Не Может Положить Другого Основания Кроме Положенного Которое Есть Иисус Христос То есть Писание Говорит Что Основание Это Иисус Христос Единственное Основание Но Когда Мы Суетимся Тем Самым Мы Показываем Что Нет У меня Основание Работа У меня Основание Деньги У меня Основание Образование Поэтому Господь Извини У меня На тебя Времени Не так Много И В результате Мы Видим Вот Эти Трагедии В христианстве Когда Семьи Распадаются Когда Люди Отступают Когда Люди Не могут Преодолеть Какие-то Искушения И впадают В них Почему Да потому Что Основания Неправильные Потому Что Знаете Как В басне Крылова Попрыгун Стрекоза Лето Красное Пропело Оглянуться Не успело А уже Зима Катит В глаза А ты Чем Занимался Ой Дел Столько Было Там Тусовка Там Минусовка Там Еще Что Нибудь Зима Пришла А у тебя Ни крыши Нет головой Никакого Основания Пустите Погреться Помолитесь Пожалуйста За меня Противостойте За меня Я всегда Говорю Людям За тебя Люди Могут Молиться Но Самое Лучшее Если Молиться Будешь Ты Сам В Своей Личной Жизни Тебя Могут Люди Чему-то Научить Но Еще Лучше Если Ты Сам Будешь Уделять Время Для того Чтобы Сесть Открыть Священное Писание И Поразмышлять Над Ним Мы Говорим Да Нету Времени Я Приду В церковь Мне там Пастор Все Расскажет Он На то И Пастор Чтобы Мне Здесь Все Рассказывать Погоди Ты Хочешь Прожить За счет Личных Отношений Пастора С Богом А как Насчет Твоих Отношений Мне Некогда Я Зарабатываю Чтобы Десятину В церковь Хорошую Принести Для Некогда Пожертвование Это Как Господь Вот Тебе Твое А я Свободен А он Говорит И Десятина Моя И Пожертвование Моя И Ты Мой Ты Мой Смотрите Давайте Прочитаем Еще Книгу Экклесиаста Первую Главу 17 Может Потом Пастор Виктор По книге Экклесиаста Сделает Ряд Проповедей Или Уже Были Я только Слышал По Иову И по Песне Песней Экклесиаст Говорит И предал Я сердце Мое Тому Чтобы Познать Мудрость И познать Безумие Глупость Узнал Что И это Томление Духа Потому Что Во Многой Мудрости Много Печали И кто Умножает Познание Умножает Скорбь И вот Соломон Очень занятый Человек Балдавить Согласна У него 700 жен 300 наложниц К нему Постоянно Гости Приходят Цари Царицы И говорят Соломон Поделись Мудростью Он Говорит И паучок Залазит В спальню И все Сидят Записывают Как Глубоко Сказано Вот мы Не как Соломон Он думает Паучок В спальне Мы думаем Как этого Паучка Прибили А были бы Как Соломон Тоже бы Притчи Написали И он Был занятый Человек Но даже Он говорит Я решил Вот сесть И подумать А вообще В чем Смысл жизни В чем Смысл жизни И он говорит Я Пытался найти В вине Смысл жизни Знаете Как Одна песня Раньше была А суть На дне Граненого стакана Такая была У Бардов Песня И он говорит Попробуй там найти Говорит Я в вине Не нашел Ну как Попробуй в радостью Искать И в радости не нашел А в печали И в печали не нашел Везде искал И нигде Не нашел Смысл жизни Мы можем сказать Соломон Ну ты же мудрый Где-то ты должен был Найти смысл жизни Если уж ты Соломон Не нашел Куда уж нам-то И вот он искал Искал И потом он Подводит Свои поиски И он говорит 12 глава 8 стих Суета Сует Сказал Мне некогда Послушайте Соломон Он был Мудрецом Он получил Мудрость И идут По граблям И потом Спустя какое-то время Говорят Чего ж я не слушал Наставников моих Соломон Он говорит Послушайте Все суета Вот что самое главное И кто-то может Возговорить Погоди А что теперь Не работать Знаете Когда я говорю Об этой теме Мне говорят Ну что теперь В монастырь что ли Уйти И люди в крайности В какие-то бросаются Нет В монастырь Не надо уходить Но конечно Кому-то надо Иногда думаешь Господи Я бы сам В монастырь уже ушел От всей этой суеты От всей этой гонки Думаешь Вот классно же Живут там Молятся Никто их там Не трогает За квартиру платить Не надо Налоги бегать Платить не надо Живут себе Молятся А думаешь Нет Монастырь Это не наш удел Мы еще не всех Спасли Да Вот Что в монастырь уйти Да нет конечно Речь идет Не о том Что все бросить Речь идет О приоритетах Правильно ведь Вот в Израиле Вот эти суетные Они стали Приоритетом Они возложили Свое упование Вот на этих Ваалов На Астарт На прочих Лжебогов И сказали Господь Мы тебе молились Сейчас другим Другим помолимся И говорит Ну давайте Молитесь Молитесь Давайте Кричите Ваали Ваали Где он Ваали Это пустота Это суета Это ничего Вам не принесет У нас Другие боги Работа Деньги Спорт Еще Что-то И мы говорим Господь Я тебе Помолюсь Конечно Но я сперва Вот эти все дела Сделаю Вот эти все дела Сделаю На пенсию Войду А там уже Буду Как-то тебе Время уделять А сейчас Прости Господи Времени Ты так мало Создал 24 часа В сутки Не хватает На тебя Господь Времени И поэтому Мы несемся А что там Иклесиас Сказал Да мало Или еще Он сказал Давно Написано Еще одна История Которую Я понимаю У меня уже Немного Времени Осталось Но Прочитаем Одну Историю Смотрите Лука 10 глава Очень хорошая Такая история 10 глава 40 стих Это когда Иисус Пришел К Марфе И Марии Марфа Жизн Заботилась О большом Угощении И подойдя Сказала Господи Или тебе Нужды Нет Что сестра Моя Одну Меня Оставила Служить Скажи Ей Чтобы Помогла Мне Иисус Жизн Сказал Ей В ответ Марфа Марфа Ты Заботишься И Суетишься О многом Одно Только Нужно Мария Жизбрала Благую Часть Которая Не отнимется У нее И вот Здесь Марфа Сидит Вернее Мария Сидит С Иисусом Ей проповедуют Она сидит Слушает И забегает Марфа Вся в мыле Руки в тесте А фартук Вытирает Иисус И она Главное Не к Марии Обращается Она думает Это все равно Меня не услышит Но Иисуса Она послушает Она говорит Иисус И что она делает Она в какой-то Степени Осуждает Марию Да ведь Она же не говорит Молодец Какая Мария Ты благую Часть выбрала Эти слова Не ей принадлежат По-русски говоря Марфа Забегает И говорит Иисус Вот тебе Вот как Дела нету Я значит Как пчелка Тружусь Пироги Стряпаю А вот эта Бездельница Сидит И тебя Слушает Иисус Ну как-то Ты вот Учитель Ты рови Ты скажи ей Что-то неправильно Что вера без дел Мертва Я бы так Наверное И сказал Но Иисус Был мудрее Мы бы Наверное Все на стороне Марфи были Правильно Марфа Правильно Без труда Не выловишь Рыбку Из пруда Нече тут сидеть У ног Иисуса И может быть Ты сегодня Пошел в церковь Или пошла В церковь А муж тебе Говорит Что ты ерундой Занимаешься Вот ты сидишь Там слушаешь Тебе заняться Больше нечем Что ли У нас Поспели Вишни В саду А ты тут Надо успевать От жизни Брать все И знаете Порой Библию читаешь Как мне говорили Ты уже 27 лет Библию читаю И не перестаю Вот И мне периодически говорят Ты что еще Не начитался что ли Ты на который раз Ее уже Перечитываешь Что ты Вот Делать тебе нечего А иногда даже Прихожане Такой акцент делают Знаете Иногда бывают Финансовые трудности И прихожане говорят Так ты иди работай Что ты Типа вот Ерундой ты занимаешь Что ты проповедуешь Нам иди работай Я так думаю Что-то мало Кто этой ерундой Хочет заниматься Не так много Миссионеров Не так много Желающих стать пасторами Не так много Желающих проповедовать Одному Брату говорю Слушай Хочешь халявную работу Вообще халява Ничего не делаешь вообще Он говорит Какой Я говорю Давай Мы с женой Куда-нибудь дальше поедем А ты пастором будешь Он говорит Нет Только не это Я говорю А что А что такого Но зато мы все знаем Мы все знаем Кто настоящий Тружень Как-то так И вот эта Марфа Прибегает К Иисусу И говорит Иисус скажи Она ничего не делает А Иисус говорит Знаешь что Она делает Самое важное В данный момент В данный момент Понимаете У Бога На все Свои времена И сроки Есть время Разбрасывать камни Есть время Собирать камни Есть время Пироги Стряпать Есть время Сидеть У ног Иисуса Правильно ведь Но знаете Вот эта суета Она порой Лишает нас Самого главного Потому что Мы думаем Что если я сейчас Не подсуечусь Даже сам Господь Бог Мне не поможет Даже сам Господь Бог не поможет И в результате У нас На первом месте Становятся Второстепенные вещи А Господь Где-то там Останется время Порадуй тебя Господь А не останется Ты уж как-то Ты же Человеколюбивый Многомилостливый Долготерпеливый Вот потерпи еще До моей пенсии Ты же Не состаришься А я вот состарюсь Ты же ни в чем Не имеешь нужды А у меня столько Нуж, Господь Что И в результате Смотришь Происходит Какое-то затухание Глаза погасли Духа какого-то Уже внутри Нету Который раньше Был Первая любовь Уже где-то там Уже забыта Давным-давно Суета О многом Ты суетишься И заботишься Марф Одно только надо Иисус говорит Вообще одно только надо Вот сядь сейчас У ног моих Послушай Послушай Давайте, наверное, последнее место Прочитаем Римлянам 1.21 Здесь Апостол Павел Уже говорит Но как они Познав Бога Не прославили Его Как Бога И не Возблагодарили Но осуетились В умствованиях своих И омрачилось Несмысленное Их сердце Вот здесь Апостол Павел Говорит уже О нашем разуме Да ведь? О нашем разуме Он говорит Люди познали Бога Но что произошло? В их разуме Была сплошная суета А знаете Очень часто Что у тебя в голове То у тебя и в жизни Поэтому очень часто Вот это Понимание Оно должно К нам прийти Понимание опасности Суеты Или вот понимание Вот этого времени Как пастор Виктор Называет Молитвы созерцания Оно должно прийти Что мне это надо Мне этому надо Научиться Я уже Как тут Одна сестра сказала Как там Кобыла в чем? Как кобыла в мыле Вот И ты понимаешь Понимаете Вот наше тело Оно Так устроено Что оно нуждается В покое Вот вы заметили Что когда идет прославление Вы не можете Долго Петь такие вот Песни Да ведь? Ну две Три Четыре Потом уже Ну давайте уже поклоняться И вот пришло поклонение Ты уже Ты уже поклоняешься Именно поэтому Люди которые ходят Вот эти На эти тусовки В клубы Они что там делают? Они таблетки едят Они таблетки едят Чтобы им всю ночь Вот тусить Чтобы не останавливаться Потому что организм На это не настроен Наш организм так настроен Что нам нужно Останавливаться Но все начинается Вот здесь Когда ты понимаешь Мне надо остановиться И Бог стучится к нам И говорит Да остановись ты уже Да познай Что я есть Бог Да не остановится Земля без тебя И солнце без тебя взойдет Все нормально будет Остановись маленько Уединись Закройся Почитай Помолись Посиди после собрания В церкви Попей чай С братьями и сестрами Скажи За кого помолиться Я помолюсь Нет мы бежим Мы несемся И знаете Я заметил Такую вещь Когда прославляешь Бога Мы такие мастера Уже становимся Мы тексты знаем Наизусть Да ведь Многих песен И ты поешь Поклоняешься Даже сейчас Мы пели песню В воду вино превратил И я стою И пою В воду вино превратил И вдруг я замечаю Что я думаю Совсем о другом Да я стою С поднятыми руками И кто-то Он рассмотрит Вот как Как славит Бога Да Внешне А в голове Совсем другое Я ехал сюда И поставил машину И слышу Что-то Колесо шипит Я так понял Я сейчас приду К стоянке И там оно спущено Где-то на что-то Наехал И вот здесь Я стою Устами-то Я пою И говорю Воду в вино превратил А сам думает Так Что мне делать Сейчас Мне надо Как-то Сто с лишним Километров Обратно ехать Если колесо Спущено И знаете У меня в голове Уже план Так Надо где-то Шиномонтажку Близко найти Надо И вроде бы Я славлю Внешне-то пою А в голове Вот это суета И где-то На середине мысли Ты уже Останавливаешься Ой-ой Я где Я уже В шиномонтажке Как Павел Говорит Хотя я телом-то Не с вами А духом уже где-то Вернее телом не с вами А духом с вами А у нас наоборот Телом-то я с вами Но духом Где-то я уже На шиномонтажке Понимаете В чем говорю Да Ну честно Если Но бывает же такое Да Мы же профессионалы Мы как Ленин Десять дел Успеваем одновременно делать И Бога славить И суп приготовить И уже И налоги Заплатили В своих мыслях Все сделали уже И за одним Еще и Бога прославили И когда я ловлю себя На этой мысли Ой-ой Погоди-погоди Ты уже не там Я начинаю Брать свои мысли И возвращать их В нужное русло Я начинаю Думать о том О чем я пою Ведь я о Боге пою Я ведь я пою Что Он всемогущий Он воду-вино Преворотил И колесо Мое Как-то отремонтирует Понимаете Чем я говорю Да Вот это Вот это очень важно Павел говорит Что люди Они осуетились В умствованиях своих В умствованиях своих Иногда Когда вот я пытаюсь Это наверное Одна из проблем Ты пытаешься Сесть и думать Все Сейчас Сконцентрируюсь На Боге Сейчас буду только О нем думать Вроде ты Пытаешься А в голове Ты столько дел Уже сделал И вот здесь Ты начинаешь Молиться Господи Ты же искупил Меня от этой суеты Я хочу О горнем Помышлять Хочу О высоком О тебе Хочу слышать Но вот эти Мысли Они носятся Туда-сюда Туда-сюда И тут ты Начинаешь Взывать Господи Помоги мне Ты понимаешь Что без него Ты не можешь Ничего сделать Без него Ты не можешь Ничего сделать Даже свои мысли Контролировать Без него Ты не можешь Аминь И вот это Одна из вещей Которой Я хотел поделиться Ладно Последнее место Прочитаю Псалом 45 11 И здесь Тот же Псалмопевец Говорит Остановитесь Он говорит Остановитесь У Давида Была масса дел Он воевал Он там Управлял народом Он много Решал вопросов И он говорит Остановитесь А для чего Остановиться Для чего Остановиться И познайте Что я Бог Буду Превознесен В народах Превознесен На земле Понимаете Остановитесь Иногда я думаю Господь А почему ты Иосифу Мужу Марии Два раза Говорил Во сне А я так думаю Что Иосиф Настолько Занятый Был человек Что до него Достучаться Только можно было Когда он спит Почему часто Бог К людям Приходил во сне Потому что Они настолько Заняты И Бог Говорит Ну похоже Когда ты Бодрствуешь До тебя Не достучаться Приду к тебе Во сне Когда ты спишь Когда ты отключился Мысли не контролируешь И Бог Приходит И говорит Иосиф Возьми Марию В жены Она хорошая Сестра Он взял Потом опять Спит Бог говорит Слушай Возьми Марию С ребенком И беги В Египет Такая Реальность И Петр Говорит Бог Искупил Нас От этой Суетной Жизни И знаете Как вот Искупление От проклятия Как искупление От Заисцеления Это же то Во что мы верим Да ведь И мы верим Что Бог Целитель И когда мы В этой сфере Доверим Богу Скажем Господь Я верю Что ты силен Научить меня Жить не в суете Ты силен Научить меня Быть с тобой Наедине Оставаться с тобой Ты силен Научить меня Правильно Считывать Время Правильно Считывать Дни Ты силен Научить меня И мы должны Понять Что суета Это опасная вещь Которая рано или поздно Превратится В идолопоклонство И просто Разрушит Наши отношения С Богом Настолько опасно Что Иисус Он говорит Я искупил вас Я искупил вас От этого Своей кровью Я искупил вас От этого За это Заплачена Цена И знаете В конце Я бы хотел Чтобы показали Один ролик Кто там у нас Который я вот Нашел Интересный ролик Его надо читать Я искупил вас 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 Аминь. Конечно, разные комментарии к этому ролику. Знаете, когда я показал жене этот ролик, она сказала, ну так все же на работу спешили. Я говорю, вот так вот так и есть. Все мы спешим, и мы пропускаем в этой спешке самое главное, это отношение с нашим Богом. Аминь. Которым мы признаны. Поэтому Петр говорит, дорогие, он искупил нас от этой суеты. Мы не от этого мира. Мы не от этого мира. Мир хочет нас втянуть и говорит, давай, давай, беги, беги вместе со всеми. Но Писание говорит, вы не от мира сего. Мир потому не понимает вас, что вы нет. Да, мы сидим и два часа читаем Библию. Да, мы сейчас молимся. Да, мы по три часа бываем на воскресном собрании. Почему? Да, мы не от мира сего. Мы дети небес. И у нас другие ценности. Аминь. Поэтому вот этим я хотел поделиться. Я знаю, что, конечно, этому надо учиться. Это процесс. Но чем раньше мы начнем этот процесс, тем дольше мы проживем с нашим Господом. И тем больше мы заметим прекрасных вещей вокруг себя и в отношениях с Богом. Порой мы хотим познать Бога на бегу. Бегом. Но участвовать-то невозможно. Хотя Бог всемогущий. Но если мы хотим каких-то более глубоких отношений с Богом, не так, Господи, благослови мя на этот день. И побежал. Да, это Бог услышал, Бог благословит. Но в этом нет какой-то глубины. Да ведь? А Бог призвал нас к общению с Ним. А для этого надо остановиться. От своих дел, от суеты. И просто побыть с Ним. Побыть с Ним. Давайте сколим головы. И помолимся. Анатолий, Господь всемогущий. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, что Ты любишь каждого из нас. И наши жизни, они ценны для Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что однажды Ты принял это решение отдать за нас своего Сына Иисуса Христа в жертву и милостивления, чтобы мы были искуплены. Мы также были искуплены от власти этого мира, от власти суеты, Господь. Мы были искуплены от каких-то вещей, которые в конце концов не приносят в нашу жизнь никакого смысла, никакого плода. Мы верим, Господь, что Ты избрал нас от этого мира, чтобы мы принадлежали Тебе. Ты купил нас Своей кровью, чтобы мы были с Тобой не только на этой земле, но и в вечности. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл это нам, но мы хотим большего, Отец Небесный. Мы не хотим знать Тебя на бегу, в суете. Мы хотим знать Тебя ближе, как своего отца, как своего друга, как Бога, который всегда с нами, никогда не изменяется, который верен. И мы просим, Отец Небесный, Твоей помощи, в этом процессе. Мы просим, Господь, научи нас, научи нас жить этой жизнью покоя, не сливаться с этим миром, который бежит, разбивается, спотыкается. Научи нас, Господь, находить время, чтобы просто быть с Тобой, слушать Тебя, вникать в Твое Слово, поклоняться Тебе, получать Твое вдохновение, Твое благословение. Научи нас, Господь, оставлять какие-то второстепенные вещи ради того, чтобы пребывать с Тобой в Твоем присутствии. Господь, мы хотим понять, что мы нуждаемся в этом. Мы хотим освободиться от этой суеты не только в нашей жизни, но и в наших помышлениях, Господь. Мы просим Твоей помощи, мы просим Твоего содействия. Открой нам, насколько опасно жить этой суетной жизнью, которая в конце концов приведет только к разочарованию. Мы верим, Иисус, что только Ты настоящее основание. И мы просим, помоги нам строить свой дом на этом камне, на этом твердом основании, где Ты, краеугольный камень. Отец Небесный, я просто молюсь за каждого человека на этом месте, чтобы мы не просто назывались христианами, потому что раз в воскресенье приходим в церковь, но мы были христианами, потому что мы знаем Тебя, мы знаем Тебя близко, мы знаем Тебя лично, потому что Ты изменяешь нашу жизнь, наши сердца, наше мышление. Благослови, Господь, каждого человека, чтобы останавливаться, чтобы иметь эту тайную комнату. Не обращать внимания на слова пустых людей, которые, может быть, смеются, которые не понимают, потому что в один день мы предстанем перед Тобой, Господь, и мы будем давать отчет за всю свою жизнь. Помоги нам, Господь, понять эти слова Соломона, что самое главное это чтить Тебя, Твои заповеди. В этом смысл нашей жизни, Господь. Служить Тебе, любить Тебя, поклоняться Тебе, искать Твоего царства с верой, что все остальное Ты приложишь, Господь. Мы просим Твоей помощи, мы просим Твоей мудрости, мы просим Твои силы для этого, чтобы нам остановиться, когда весь мир бежит, остановиться в своих мыслях, помышлять о горнем больше, чем о земном, чтить Твое присутствие, чтить Твою кровь, чтить собрание святых, Господь, пребывание в теле Христа. Благослови нас, Отец Небесный. Благослови, мы нуждаемся в Твоей помощи, мы без Тебя не можем этого сделать. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Твое святое имя. И мы говорим, пусть воля Твоя в нашей жизни будет как на небе. славим Тебя, поклоняемся Тебе, любим Тебя, Иисус. Будь превознесен. Это пребудет Твоя благодать с каждым человеком. Слава, слава Тебе, Иисус. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аминь. Аминь. Это то, чем хотела поделиться, может, какими-то своими переживаниями. Но я говорю, что пришло время, когда я сказал, я понимаю, о чем говорит Виктор, хотя вначале я этого не понимал. Я сказал, Господь, мне это надо. Научи меня, помоги мне. Это так. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»